Десятки, сотни, тысячи людей Десятки, сотни, тысячи людей В честь 800-летия со дня рождения Александра Невского Того, кто до последнего защищал свою страну, народ и православную веру В годы его правления Великая Русь отстояла свою независимость от католического Запада В этом направлении Александр Невский действовал как воин А вот с Востоком проявил себя как мудрый дипломат Легендарный защитник Великой Державы появился на свет в 1221 году Его родители, князь Ярослав Всеволодович и Феодосия Мстиславна Воспитывали сына в благочестивых традициях После смерти старшего брата, на совсем и юного, 12-летнего Александра Легли серьезные обязанности Сложно представить в современной жизни мальчишку такого возраста С копьем и щитом в руках на поле боя В те годы Русь, словно в тиски, враги зажимали со всех сторон Одни мечтали отобрать земли, а другие хотели заставить отречься От самого святого, православной веры 13 век, это время, когда Русь была поражена в самое сердце Страшным нашествием от руководства Хана Батыя в 1237-1240 годах И большинство городов и весей Руси лежало просто в руинах И в это время, как раз мы помним прекрасно, с декабря 1237 года Был объявлен папой римским Григорием IX крестовый поход В ходе которого сначала шведские рыцари, шведские феодалы Затем рыцари Ливонского ордена То есть орден, который образовался в землях Прибалтики На основе слияния ордена меченосцев И Тевтонского ордена, еще в Палестине, образованного ранее Предприняли ряд наступательных действий с целью захватить Оставшуюся нетронутым нашествием часть Руси, северо-западную часть И как раз в это время Александр Невский, а он получил прозвище Невский Именно потому, что одержал свою первую знаменательную победу В Невской битве против шведского начальника Ярла Биргера Будущего основателя Стокгольма И новой династии шведских королей Который планировал захватить Ладогу Подняться по реке Волхов к Новгороду Нанести поражение новгородцам и захватить всю эту землю А накануне Невской битвы одному из воинов на рассвете явилось чудо Он увидел в тумане святых помощников В ратном деле и понял, что надо смело идти к победе И по реке понад водою ладья плывет А в ладье святые великомученики Борис и Глеб, вот тебе крест А дальше что было? В огрянных одеждах стоят А Борис говорит Брат Глеб Вели к грибцам грести Да поможем нашему сродственнику Александру Сподобил Господь Ты не сказывай никому про это Да ты что, князюшка Диво дивное было Я ведь не крикуша какой, народ мне поверит Добрый знак Да я уж кое-кому-то и сказал Зря, народ узнает, успокоится Враг силен В полсилы биться нельзя Это видение было воспринято Как предзнаменование свыше Дружины нанесли противнику Сокрушительное поражение Первый этап этого крестового похода Где стоял вопрос Быть или не быть нашему Отечеству Окончился в пользу Александра Невского Но кто знал, что впереди его ждет Еще одно легендарное сражение На Чудском озере Которое вошло в историю Под названием Ледовое побоище Александр Невский, которому тогда не было И 21 года Возглавил русские дружины В противостоянии мощному Ливонскому ордену Вот тут у Вороньего камня Головной полк поставим Ты, Гаврила Пауки левой руки возьмешь Сам с дружиной По правую руку стану И владычный полк возьму А ты, Микула, став мужиков Засадный полк Немец, как известно, свиньей Клином ударит Вот тут у Вороньего камня Удар головной полки примет А головной полк Кто возьмет? Ты возьмешь Всю ночь бегал Теперь день постоишь И весь удар на себя примешь И немца держать будешь И не трогнешь Пока мы с Каврилой Правой и левой руки Его не зажмем Был просчитан каждый шаг Каждое движение Четкая стратегия молодого полководца Пошла в историю страны И военного дела Главное отличие от ливонских рыцарей Случалось в том Что, конечно, доспехи у ливонцев Были гораздо тяжелее У ливонских рыцарей Почему? Потому что в традициях Западной и Центральной Европы Было как раз Рыцарей экипировать По последнему слову Что называется техники Но эти тяжелые доспехи И конные доспехи в том числе Они как раз сыграли Нехорошую службу Потому что битва затянулась Неожиданно для ливонцев Лед стал подтаивать И затем проваливаться под ними Это тоже ускорило нашу победу Особенно это проявилось Во время преследования противника Когда они, отступая Стали просто проваливаться Под ледческого озера Над западным врагом победа В то же время Ситуация на Востоке менялась Золотая Орда Новое государство Образовавшееся внутри Поволжья И простиравшееся на огромной территории Переживало череду перемен во власти Это, конечно, сказывалось на политике В отношении покоренных русских земель Но вот тут Александр Невский Проявляет себя Незаурядным дипломатом Мы знаем, что еще в 1251 году Уже новым Папой Иннокентием IV Ему было предложено Возглавить антимонгольские Военные операции При помощи тех же самых рыцарей В обмен на Принятие католичества Признание верховенства Папы Католических догматов И вот тут Александр Невский Проявил свое блестящее знание и историю Прекрасно знал священное писание Прекрасно знал догматику И отказался от этого Сомнительного альянса Понимая, что Задача Западноевропейских феодалов Заключается в Ассимиляции Порабощении Пресечении духовных и культурных традиций Он несколько раз отправлялся в Орду И в ходе этих поездок Он действительно Очень сильно рисковал Но добился при этом того Что, во-первых Русь получала широчайшую автономию Со стороны ордынских и монгольских ханов Русь была освобождена От обязанности поставлять свои войска В войско ханов Русская церковь Была не просто освобождена От уплаты налогов Что сыграло огромную роль Уже в освободительном В последующем движении А была учреждена Сарайская и Подонская епархия На юге Нижней Волгоградской области Благодаря Александру Невскому И вот как раз эта епархия Стала очень мощным центром миссионерства Очень мощным центром Диалога, наконец С представителями на их конфессии Которые жили в тех краях И главное Все-таки Что эта епархия Способствовала тому Что позиции И русских князей И в целом русской церкви Несколько политически укрепились То есть не было Таких жестоких преследований Как скажем В случае если бы Русские земли были захвачены Западноевропейскими феодалами Военные кампании Политическая борьба И дальние поездки Подорвали здоровье Александра Невского Он умирает 14 ноября 1263 года В возрасте 42 лет В городе-городец Нижегородской области Затем его мощи перевезли во Владимир А уже в 1724 году По указу императора Петра Великого Перенесли в Александра Невскую лавру Санкт-Петербурга Сегодня очень важно Говорить не только о военных заслугах Александра Невского Важно говорить о том Как он понимал свое место В Отечестве, в мире Свою роль историческую И наверное он обращаясь мысленно К каждому из нас Каждому посоветовал бы Начинать свое Служение стране С изучения Истории, с изучения наших традиций С знания приемственности поколений Потому что вот как когда-то Ярослав Мудрый Тоже благоверный князь Сказал своим сыновьям Берегите землю вашу Которая досталась трудом великим Великий полководец Великий государственный деятель Великий дипломат Наверное далеко не каждый святой Удостаивается почитание Православной церковью Трижды в год Он был официально канонизирован В 1547 году При святителе Макарии Московском Когда Русь зримо становилась Россией Обретая статус Третьего Рима Наследника культурных Цивилизационных, политических традиций Могучей Византийской империи А новый импульс почитанию святого Был придан в 1725 году Императрице Екатерины I Она учредила орден Александра Невского Который был одним из наиболее значимых В Российской империи Вплоть до революции И затем его слава вернулась В 1942 году В тяжелейший период Великой Отечественной войны Снова была учреждена награда Имени Великого Русского полководца Идея нового кафедрального собора в Симферополе Принадлежала императрице Екатерине II Она прибыла в Симферополь Во время своего знаменитого путешествия по Крыму В 1787 году Тогда она дала указ Князю Потемкину Таврическому Позаботиться о строительстве нового собора При Александре I в 1823 году Был заложен камень здесь На месте Суворовского редута Был заложен камень В основании нового кафедрального собора Для города Симферополя И собор строился В честь Александра Невского И конечно Мы знаем, что Александр Невский Для истории России Для истории православия в России Он является таким духовным символом Того, каким образом Совмещать веру Любовь к Отечеству Служение своим людям Своим подданным И поэтому Собор получил имя Александра Невского Скорее всего потому, что Ну, во-первых, статус этого святого Он был высоко в Российской империи Ну и во-вторых, что Александр I Имел его небесным покровителем Собор осветили спустя шесть лет Здесь служил выдающийся церковный иерарх Архиепископ Гури Таврический Прославлен в лике святых Здесь сейчас находятся его мощи Судьба главного храма Тавриды Оборвалась 30 мая 1930 года Когда советские органы власти Приняли решение ликвидировать собор Взорвали его в ночь на 27 сентября Вот в документе говорится, что президиум В ЦИК разрешил снос здания собора С соблюдением всех требований Вытекающих из установленного порядка Об охране исторических памятников Нам сказали, что вам предстоит сегодня Очень ответственная Задача Мы должны В два ряда Окружить Александровский собор Нам передали Что будет взрыв Этой церкви Советская власть планировала сделать На этом месте панораму взятия перекопа Но в итоге получился просто сквер Как будто это место продолжало Ждать своего часа Когда Владиколаза решил возобновить строительство И вновь на этом месте возродить утраченную святыню Это, конечно, требовало больших сил, больших вложений И проект, который мы видим реализованным Он, конечно, соотносится с тем изначальным проектом Собора, который был здесь построен Но он, конечно, существенно, скажем, преобразован На данном этапе Александра Невский собор Возрожденный Является достоянием Крыма Его жемчужиной Его видно со всех уголков города Симферополя Он сияет своими золотыми куполами Роспись храма на стадии завершения А украсить святыню пять лет назад Пригласили художника Владимира Страшко Ну, работа над храмом Александра Невского Это для любого художника честь Для русского художника Наличие красного цвета, который дает напряжение Он не воинский храм, но все-таки составляющая воинская существует Известная фраза, что Крым – самая большая жемчужина в короне Российской империи И вот эти световые отношения Перламутровые, жемчужные Это где-то идет Это чисто ассоциативные, чисто художественные Но все-таки Хотелось Создать подобное звучание Жемчужины Здесь нам еще предстоит Для завершения росписи сделать Две большие композиции Посвященные Именно житию Святого благоверного князя Ледовое побоище Известное Или успение святого благоверного князя Александра Невского Или пострижение в схему Его образ у нас присутствует на центральном месте В куполе храма под образом спасителя Предстает в образе воина Дерностаевой мантии, принятой в иконографии Это княжеские одеяния С щитом, на которой надписи не в силе Бог, а в правде Когда мы работали над куполом Один художник, довольно известный Как-то выразил сомнение Он говорит Володя, ты на щите нарисовал образ спасителя Но это щит По него щитом, мечами рубят И так далее Для меня эта позиция оказалась неожиданной Я же думал, может быть, я действительно не прав Но Чуть поразмыслив Понял, что Совершенно уместно Образ спасителя на щите Потому что речь идет не о физической защите А это Свято-Николаевский собор в Евпатории Третий по масштабам на полуострове Древний храм построен еще в 1899 году Его настоятель решил сделать в нем предел В честь благоверного князя Александра Невского Конечно же, сама личность Александра Невского Она для нас очень важна Достаточно вспомнить последние слова Митрополита Кирилла Который в то время был Владимирским архиереем И, собственно, участвовал в отпевании благоверного князя В своей проповеди он сказал, что Зашло солнце земли русской В нашем соборе есть и иконы Две иконы, особо почитаемые По свидетельству прихожан Которые были еще среди тех первых прихожан Нового открытого храма Они свидетельствуют о том, что даже эта икона Имела такое чудесное явление, как мироточение Скорее всего, это было связано с теми событиями Которые были в то время, в советское время Когда храмы открывались И Господь явно являл свою милость И такие чудеса для тех, кто приходил в эти храмы Князь перед смертью принял схему с именем Алексей Легендарный полководец, который считал, что Не в силе Бог, а в правде Сумел при жизни отстоять свою землю, народ и веру И сегодня, в 21 веке, каждый из нас ведет свою невидимую духовную борьбу И в этом деле у нас есть у кого попросить помощи И заступничества перед Богом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok